Будущие защитники Отечества начинают готовиться к службе в рядах вооруженных сил задолго до призыва. Чтобы подойти к этому важному событию своей жизни во всеоружии, им нужно подружиться с военно-прикладными видами спорта. И это славянским допризывникам вполне удается. Игру «Зорница» не зря называют настоящей школой патриотизма для подрастающего поколения. Поэтому команды из 10 школ Славянского района далеко не случайно стали участниками муниципального этапа краевой военно-спортивной игры среди допризывной молодежи «Зорница». Именно в ходе проведения этой игры каждый ее участник смог продемонстрировать мастерство, физическую подготовку, навыки, необходимые будущему военнослужащему. Одна из самых сильных команд была из Черноярковской школы. У нас очень дружная команда. Мы любим военно-прикладные виды спорта. Каждый день мы ходим на тренировки, занимаемся для того, чтобы занимать первые места. У нас прекрасный руководитель Мурашко Анатолий Григорьевич. Участники проявили свои знания и умения во время проведения следующих этапов. Гражданская оборона, ИЧС, военно-исторический конкурс, стрельба из винтовки, военизированная эстафета. Каждый работает, делает то, что он умеет, то, к чему он готовился и то, что он тренировался. Но стоит упомянуть, что «Зорница» – это отличный шанс проявить свои навыки. В общем, результат увидеть своих тренировок, навыков и знаний, замечу я. И считаю, что это, наверное, самое очень интересное мероприятие и, наверное, самое важное, которое должно быть, чтобы мы знали, что нужно делать, как это делать. Для участников соревнований они послужили отличной школой воспитания характера, укрепления физической формы и совершенствования воинской выучки. В упорной борьбе золотые медали завоевала команда 29-й школы из станицы Петровской. Для петровчан эта победа не в новинку. Они давно себя зарекомендовали с лучшей стороны. Мы очень рады, что мы стали первыми. Мы очень серьезно относимся к патриотическому делу и мы уверены, что мы будем побеждать дальше. Серебряные награды были вручены ребятам из Черноярковской 48-й школы и бронзовые команде 12-й школы из Славенска-на-Кубани. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...